Приветствую тебя, ищущий. Сегодня не совсем обычный ролик, точнее такой ролик уже был как-то на канале. Рубрика называется «Скучные размышления уличного критика». На улице сейчас дичайше холодно. Я решил, собственно, провести эту рубрику дома. Сокращенно называется «Срук». Смешно получилось. Что вообще значит эта рубрика? Это значит то, что я без сценария, без какого-то запарного монтажа просто встаю и транслирую в камеру свои мысли. То есть вот как есть, так есть. Честно говоря, когда я решил начать рубрику эту в прошлый раз, я думал, ролик будет провальным. Ну, потому что все-таки сценарий и монтаж красивый, это все добавляет динамики, и все это смотреть интересно. Но я получил столько положительных отзывов, что я решил, что эту рубрику надо продолжать. То есть время от времени вот так вот становиться перед камерой и с вами разговаривать. Просто как если бы я с вами говорил в разговоре где-то. И сегодня наша речь пойдет, точнее даже не речь, я сегодня хочу поделиться самым своим любимым сном. Ну, сном, который повторяется чаще всех других сновидений. И это самый мой любимый сон. Что бы это вы думали? Конечно, это полеты. Ну я же сокол. Стоя на скале, ты ждешь. Летать. Это просто мечта. Не где-то там на самолетах, не где-то на парашютах или еще на чем-то. А именно летать как птица. То есть, как это выглядит у меня во сне? С завидной периодичностью, что мне лично очень нравится. Потому что я жду каждый раз этих сновидений и просыпаюсь в большом воодушевлении. Каждый раз происходит это примерно следующим образом. То есть, что бы вы понимали, это не Супермен, который присел, оттолкнулся и с кулаком полетел, куда глаза глядят сумасшедшей скоростью. Нет. Все-таки у меня это где-то в области магического заклинания какого-то находится. То есть, у меня это происходит так. Я чуть-чуть разбегаюсь, подпрыгиваю, расправляю руки и как бы планирую, парю. Сколько это? Высота, на которую мне удается подняться. И длительность полета всегда бывает по-разному. То есть, это бывает от... Буквально вот в прошлом сне, который был перед стримом, я летал где-то на уровне 3 метров от земли. То есть, вот это вот парил. То есть, разбегаешься и метров 50 ты вот так вот над землей с распростертыми руками паришь. Когда-то бывало... Вот в этом прямом сне после полетов у меня состоялся с кем-то разговор во сне. И я говорил... Меня как раз спрашивали, высоко ли ты летаешь, далеко ли ты летаешь, кто-то меня спрашивал. Я вот объяснял, что бывает по-разному. Самый мой большой полет, это был высокий именно. Это был где-то на уровне там, ну, трех пятиэтажек, наверное. Сколько? Пятнадцатиэтажный дом, наверное, вот где-то на такую высоту я поднимался. Причем, вот это вот, знаете, кто читал книгу Роберта Асприна, там, про молодого мага и про демона Аза, тот, наверное, в курсе, когда там описывалось, как именно непосредственно творится волшба в самом начале, когда мальчик пытался перо поднять. Вот прям все эти мыслеформы, облекающиеся в заклятие магические, они прям очень сходны с той магией, которую я вижу, которая должна была бы быть. Вот это ощущение во сне у меня точно такое же. То есть ты как бы прям на каком-то физическом уровне чувствуешь, как вот это заклинание проникает в тебя, пронизывает каждую клеточку твоего организма, и удерживаешь ты его именно вот своими мыслями. Когда ты прям вот чувствуешь, знаете, когда висишь на какой-то веревке, чуть расслабляешь руки, ты начинаешь соскальзывать вниз с ней. Ты сжимаешь руки сильнее и снова остаешься на веревке или там подтягиваешься еще. Вот где-то такие же сходные ощущения, прям вот ты начинаешь проседать вниз и чувствуешь, что прям ты упускаешь это заклятие, начинаешь как-то прогонять воздушную вот эту какую-то энергию вокруг себя, и тебя снова начинают как бы слегка приподнимать. И вот это ощущение, знаете, смесь страха и восторга, когда ты понимаешь, что, блин, ты только начинающий маг, ты еще хреново выучил это заклинание, ты его не выучил, ты просто его пробуешь на свой страх и риск. И вот это ощущение, что ты в любой момент сможет что-то пойти не так, и может все сорваться, и ты просто рухнешь на землю. Вот настолько реалистичные сны, чтобы вы понимали, почему я с вами решил поделиться, то есть это не какой-то там увидел страшилочку какую-то, там мимолетную проснулся и дальше пошел, нет. Это настолько реальные сны, что просто иногда просыпаешься, и ты вот в этой эйфории и в этом совершенно четком ощущении знаний, как нужно это заклятие применять, вот эти, как свои мысли формы строить, чтобы вот взлететь. Иногда ты просыпаешься, садишься на кровати, и несколько секунд просто ты ловишь вот это ускользающее чувство, когда ты понимаешь, что вот сейчас, если я вот это вот все применю, я на самом деле взлечу. То есть настолько ощущения реальные, это действительно сродни какого-то восторженного шока что-то происходит. Ну потому что ни от какого другого сна у меня такого не происходило. Конечно, массовые замесы двух армий эльфов и против вампиров, или в подобном плане, когда сны у меня идут, это, конечно, эпично все и здорово выглядит. Я там фехтую в рядах эльфов, там, против этих быстрых вампиров. Это все, конечно, круто, эпично, просто выглядит как блокбастер какой-то американский. Ну, чтобы вы понимали, вот такие у меня сны. Это все здорово, но сны, где я летаю, это просто сумасшедшее дело. Это совершенно разные локации, разные люди, которые там как-то где-то к этому подвязаны, но всегда это одно и то же. Вот это вот ощущение, вот это вот магического заклятия, когда оно то пропадает, то усиливается, ну, сам ты его то отпускаешь, то усиливаешь. И это, конечно, неописуемый восторг, не знаю, у кого-то бывает такое вообще. У меня это постоянно. С момента того, как я осознал себя Соколом, именно вот тем, кем я являюсь на данный момент, это какая-то некая смесь между реальным мной вот в жизни, Сергеем Соколом и Соколом, каким-то из другой какой-то фэнтези вселенной. То есть вот этот какой-то некий симбиоз во мне, когда появился, прям когда я начал ощущать его именно вот на самом деле, вот тогда пошли эти сны с полетами, и это просто дичайший восторг. Стоя на скале ты ждешь... А сегодня я хочу поделиться с вами вот этим. Напишите, какие ваши любимые сны в комментариях под этим видео. Быть может, у кого-то сны точно такие же, как у меня, или у меня это все-таки какая-то моя личная уникальная особенность, что вот не просто человек летит, а именно вот магическое заклятие. Это настолько меня радует, что это не просто какое-то, вот знаете, сказочное. Ты насмотрелся фильмов про Супермена, и потом точно так же полетал. То есть совершенно все не так. Вот есть целый ряд снов, которые просто проходят, ну, нормальные, красивенькие какие-то сны. Ты ничего не чувствуешь. Просыпаешься, ну, было и было. А здесь прям реальные, реалистичные настолько ощущения от этого, что мандраж такой бывает иногда с утра, что ты просто офигеваешь. И вот, не знаю, быть может, если действительно попытаться применить это... Я не знаю, может, это бред, конечно. Может, вот, когда вот я совершенно четко с утра чувствую, что сейчас, если я применю вот это заклятие, но оно очень быстро исчезает. Прямо, знаете, как если в ведре проделать много дырок и воды налить, и быстро поднять его, там, из заполненной ванны, то оно быстро вот так вода исчезает в нем. Вот точно так же понимание, как нужно применять это заклятие, оно исчезает. Я не знаю. Я верю в человеческие силы, в человеческие возможности, что человек может там силой мысли передвигать предметы или еще что-то. Я, конечно, понимаю, что пока в нашем мире этого нигде нет, и никаких подтверждений этому не существует. А кто говорит, что есть, это всегда человек с непроверенными данными, и он никогда не идет к ученым. То есть это какие-то фокусники, ну, это бред вот этот весь. Но я считаю, что человек может все это сделать, просто мы этого не умеем еще делать. Но я думаю, в будущем мы должны этому научиться. Но это должно быть, потому что это настолько прекрасно и здорово, и настолько реалистично, что я не мог с вами не поделиться этим. Собственно говоря, жду ваших комментариев, что вы думаете по этому поводу, и какие сны у вас бывают. Но с вами был Сокол, истинный маг. Да пребудет с вами сила. Футболочка, ммм, красотуля. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон